Все хорошо в меру, кроме зарплаты. Если она вас не радует, смотрите нашу программу подсказки потребителю. Мы научим, как не тратить лишнего и даже при скромном доходе жить достойно. Смотрите в этом выпуске. От приема на работу до увольнения. Всю нашу трудовую деятельность сопровождает трудовая книжка. Но, увы, скоро с ней можно будет попрощаться. На смену бумажному документу придет электронный. Зачем людям такие изменения и как долго придется переходить с бумаги на цифру? Об этом наш сюжет. Это постоянно развороты-повороты, это внесение сведений различных, поэтому книжка приходит в такой не совсем приглядный вид. Свою историю трудовая книжка начинает в 1919 году. За сто лет документ не раз подвергался изменениям. И вот грядет новая эпоха – электронные трудовые книжки. С 1 января 2020 года в России начнется переход с бумажных носителей на виртуальные. Кадровики готовятся к изменениям. Очень скоро придется переносить все данные в сеть. В организации, где работает инспектор по кадрам Светлана Лахина, числятся 167 сотрудников. Работают здесь и те, кто совмещает свою трудовую деятельность на двух предприятиях. Всех нужно будет переносить в базу данных. У работников, у которых трудовая деятельность ведется давно и много мест работы было, у тех, естественно, книжка побольше. Соответственно, и времени на это больше уделяется, потому что нужно заверить каждый лист подписью и печатью. Тем более сейчас еще дополнительные требования к заверению трудовых книжек, где в конце трудовой книжки указывается, что оригинал хранится по какому месту. По закону в течение трех дней специалист по кадрам должен предоставить вам выписку из трудовой книжки, например, для оформления визы или кредита. Вскоре такую выписку люди смогут печатать сами всего за минуту через личный кабинет на сайте пенсионного фонда. По данным ведомства, работодателей и работников с появлением электронных трудовых ждет ряд преимуществ. Это и быстрый доступ к информации и снижение риска появления ошибочных и неточных сведений о трудовой деятельности человека и множество других. Однако пока у кадровиков есть опасения за безопасность данных. Может быть, неуверенность еще в защите, так сказать, безопасности информационной. Потому что случится с базой данных может все что угодно. Она также может, наверное, потеряться. Ну, сбой, обычный сбой базы и данные не сохранены. Поэтому я бы, конечно, предпочла... Это для работодателя, для кадровиков это, конечно, двойной документооборот, это двойная работа, но это надежнее. Бумажную книжку можно оставить. Для этого нужно написать заявление работодателю о сохранении прежней трудовой книжки. И данные будут вноситься в оба документа. Те, кто до конца 2020 года этого не сделают, получат документ на руки. Данные о работе будут формироваться только в цифровом формате. А вот тем, кто устроится на работу с 2021 года, бумажных трудовых не видать. Все сведения об их работе будут храниться только в электронном варианте. Ребенок растет, а вместе с ним растет гора из ненужных вещей. Прежняя одежда ему становится мала и в шкафу занимает очень много места. Освободите свое жилище грамотно. Одежду, обувь и мягкие игрушки можно сдать в Центр социальной поддержки населения. Куда обращаться, расскажем далее. Зима, весна, лето и осень. Каждому сезону своя одежка. Купить новую для всего семейства Радмила Иосиф не может. Выручает Центр социальной поддержки населения. Я многодетная, четверо детишек. Прихожу, тут выбор большой. Нравится, обслуживаю. Нравится, и персонал хороший. Большая поддержка. Считаю, даже не покупаю ничего. Вот иду отсюда. И зимнее попадается, и летнее. Все там. Обувь. Все, все. Вещевой и обувной фонд в Центре все время пополняется. А мечи сдают одежду, например, то, из чего выросли маленькие дети. Все вещи проходят специальную обработку. Мы не пользуемся никакими там химическими добавками. У нас просто вот как бы температурный режим, температура обрабатывается. Вот так вот загружаем полностью в шкаф. Заволочный. Закрываем это все. А через полтора часа их можно вынимать из шкафа. Чистые и продезинфицированные. Ненужные обувь, одежду, мягкие игрушки всегда можно сдать в Центре соцподдержки. Главное, чтобы предметы были чистыми и целыми. А совсем недавно здесь запустили новогоднюю акцию. Мы приглашаем всех неравнодушных хомячей, руководителей предприятий, трудовые коллективы, кто имеет возможность и желание поддержать семьи, которые нуждаются у нас в дополнительной поддержке. Нами будут подготовлены, сформированы сладкие подарки для детей. К примеру, в прошлом году у нас приняли участие в подобной акции более 20 предприятий, которые предоставили Центру около 400 килограмм различной кондитерской продукции. И это позволило сформировать нам чуть более 400 новогодних подарков. В преддверии главного зимнего праздника сладости найдут своих адресатов. Поучаствовать в благотворительной акции призывают всех хомячей. Центр социальной поддержки населения находится по адресу проспект Мира 37-Б и Богдана Хмельницкого 132. Песни, пляски, виртуальные путешествия и много других занятий омским пенсионерам предлагают комплексные центры соцобслуживания. Они работают в каждом округе Омска. Как проходят занятия и какие еще услуги там могут получить инвалиды и пенсионеры? Сейчас покажем. Любимые песни под аккордеон, исполнение частушек и чтение стихов. Так шумно в комплексном центре соцобслуживания работает кружок «Лейся песня» для пенсионеров и людей с инвалидностью. Алла Дорошенко по профессии повар, но по состоянию здоровья пришлось прекратить трудовую деятельность. О том, что здесь найдется много интересных занятий, женщина узнала от соседки. Очень нравится, очень нравится все. Все такие дружные, все гостеприимные, все, можно сказать, добрые, отзывчивые. И поэтому все нравится, все профессионалы своего дела, как говорится, работают. Посещать певческий кружок можно бесплатно. В комплексных центрах Омской области таких социальных клубов 600. Заинтересовавшимся предлагают и дополнительно оздоровиться. Эта услуга платная для тех, чей доход выше полторакратной величины прожиточного минимума для пенсионеров. Сегодня он 8271 рубль. Число умножаем на полтора и получаем 12406 рублей. Если доход ниже этой суммы, по закону все услуги предоставляются бесплатно. Оздоравливаются здесь в течение 10 дней. Столько длится один заезд участников. Все приходят к 9 утра, а в 3 часа дня возвращаются домой. Светлана Гальченко пока на середине пути. Посещает центр только третий день. Но уже успела оценить все прелести. Отделение дневного пребывания – это вообще находка для пенсионеров и инвалидов. Тут такая программа оздоровительная прекрасная. Тренажеры, процедурный кабинет со всякими эффектами. Особенно для инвалидов здесь индивидуальные программы. Все, конечно, очень нравится. Участники заезда получают порцию оздоравливающих процедур. Занимаются лечебной физкультурой, глазодвигательной гимнастикой, ходят босиком по неровной поверхности. Все это, по словам медицинских сестер, помогает держать организм в тонусе. Затем разного вида массаж, ручной и аппаратный. Завершают все физиопроцедуры и кислородный коктейль. У нас кислородное голодание, и здесь мы помогаем людям, чтобы ткани и кровь наша насыщалась кислородом. Очень хорошая процедура. Стакан коктейля равен двухчасовому гулянию по бору. Тот, кто к нам приходит, он никогда не приходит один раз. Люди возвращаются и приводят с собой еще своих соседей, родственников и друзей. И это очень приятно. Попасть к нам может любой гражданин, старше 55 лет женщина, мужчина старше 60 лет. Приходят ко мне на консультацию, мы с ними обговариваем условия пребывания. Если человека все устраивает, я даю направление. Человек идет по месту жительства к терапевту, врач дает добро или недобро, и приходит к нам человек на оздоровление. Все направлено на сохранение здоровья человека. Естественно, после прохождения курса улучшается и сон, и аппетит, и настроение. У человека появляется желание жить, расширять сферу общения и сферу своей деятельности. Каждый день завершается в три часа дня. Люди идут в комнату психологической разгрузки. Здесь они смотрят красивые видео под спокойную, расслабляющую мелодию. Подобные отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов работают в комплексных центрах в каждом округе Омска. Однако принимают здесь и тех, кто живет в районах Омской области. Вопреки закону всемирного тяготения, чем кошелек тяжелее, тем с ним легче. Наша программа «Подсказки потребителю» помогает расти вашему благосостоянию. Мы ждем от вас вопросов и откликов. Оставляйте свои сообщения на официальной страничке программы «Подсказки потребителю» ВКонтакте или на сайте нашей телерадиокомпании. А на этом у меня все. И еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok